Советская-1. Именно с этого дома начинается главная улица города. Когда-то здесь учился великий космонавт Юрий Гагарин. С пешеходной стороны это памятное место выглядит вполне лицеприятно. Но если обойти здание, то можно увидеть, что на самом деле дом находится в ужасном состоянии. Решить эту проблему можно с помощью федеральных властей. И сегодня рано утром затемно сюда уже приехали крупные чиновники. Депутат Государственной Думы Елена Николаева оценивает масштабы проблемы. Оно валит, там уже часть кровли обрушилась. Вот в чем дело. Стены осыпаются, но отремонтировать дом городские власти не могут. Вся соль в том, что большая часть здания, нежилая страна, принадлежит Министерству обороны. Зайти на нее Оренбургская администрация просто не имеет права. Но это памятное место и всем понятно, что ремонт необходим. Я в данном случае беру сейчас на свой контроль эту ситуацию, связанную с тем, каким образом будет либо передан жилой фонд городу, либо все-таки Министерство обороны будет участвовать в финансировании ремонтных работ. Но оставлять так дальше этот объект мы просто не имеем права. А это еще один дом по улице Комсомольская, 37. Ситуация похожая, здание обветшало. В этой ситуации потребовалось переселение жильцов. Ну вот в таких мы условиях жили. Вот проходить бочком, все течет, канализация течет, все течет, вот свет, все. Видите, в каком состоянии. Так эти женщины прожили почти 30 лет. Говорят, уже почти отчаялись, но две надежды не могли не надеяться. Хлопотали, конечно, были немножко и проблемы, и всякое, но все же надежды были. И вот они теперь осуществились. Помощь поспела из Федерального фонда ЖКХ. Сейчас надежды живут в новых квартирах. По словам Елены Николаевой, это типичная ситуация в регионах, обходить вниманием которую просто нельзя. А вот в доме по улице Аксакова, 7, ситуация нетипичная. Вода с крыши здесь течет не после весенних вод, а после ремонта, который сделала управляющая компания «Центральная». Рабочие не соблюдали технологий. Сырые были стены, обои отходили. Сделали навесной потолок, жена попросила, чтобы закрыть все это безобразие. Пришлось лист один открыть, чтобы показать. 7 лет жители Мерзнут просят исправить ошибку и при этом исправно платят за текущий ремонт. Но результат ожиданий – одни отписки. 713 рублей по квитанции ежемесячно. Нам сказали, когда мы обратились, сказали, что средств на ремонт крыши нет. Нужно отрешать на законодательном уровне. Проанализировать квалификацию тех людей, которые оказывают соответствующие услуги. Они должны доказать эту квалификацию, доказать свою финансовую дееспособность. Два года назад у этого дома сменилась управляющая компания. Но пока проблема не решилась. Мы провели теплоизоляцию, восстановили теплоизоляцию верхнего розлива, чтобы конденсат не собирался. И надеемся, что все-таки это поможет в некоторой степени. Но в целом, конечно, нужно там более глобальную работу проводить. И весной эти работы будут проведены? Надеюсь, да. Теперь главное, чтобы Оренбургская управляющая компания выполнила свои обещания. Но основной вопрос, почему каждый раз нужно дожидаться приезда столичных чиновников или депутатов, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Юлия Гафарова, Вадим Нечаев. Наше время. Юлия Гафарова, Вадим Нечаев.